Кстати, друзья, удалось клиенту сэкономить при установке у нас целых 3000 рублей. Мы выбрали систему S66V2, а не S96V2, в которой есть раллейный модуль, в отличие от этой системы. Но с учетом того, что у меня этих раллейных модулей очень-очень много, я решил клиенту сделать подарок и сэкономить 3000 рублей. Хорошая скидка. Кстати, а может быть, самому к себе записаться на установку и тоже сэкономить 3000 рублей? Неплохая идея. Девочки, пока на паузу поставим. Друзья, всем привет, с вами компания Carradar. У нас на установку приехал автомобиль Ford Focus 2, комплектация GIA, на механике. И сейчас мы видео с вами снимаем из Одинцова. Объясню почему. Это мой личный гараж, я установщик компании Carradar. И клиент из Одинцова, ему совершенно неудобно было приезжать в Москву к нам на установку и попросил где-нибудь поближе. А вот, соответственно, предложили установку здесь у нас на месте. Человек буквально через 15 минут приехал. И мы сделали монтаж системы S66 V2. Первоначально клиент к нам обратился за установкой конкретной сигнализации. То есть, планировалось к установке A93 V2, но отговорили от этого, потому что по цене и качеству она, конечно же, будет 66 модели V2 уступать. Потому что эта система более современная, более подходит под автомобили европейского производства. Это, по сути, европейский автомобиль, то есть он более сложный. Поэтому предложили к установке S66. И, собственно, монтаж произведен. Сейчас я вам покажу, как это все дело работает. Постановка снятия с охраны у нас производится со стандартного ключа. А вот, машина у нас на механической коробке передач. Клиенту было, принципиально, чтобы был автозапуск. Сейчас я покажу, как работает автозапуск на механике. Значит, для того, чтобы воспользоваться автозапуском, необходимо провести процедуру, так называемой программной нейтрали. Для этого запустим двигатель, опустим окошки. Комплектация GIA. Все четыре степлоподъемника автоматически, поэтому функция подъема стекл при постановке на охрану точно так же у нас будет доступна. Дальше, значит, чтобы воспользоваться автозапуском, когда приехали вы, натягиваем рычаг, достаем ключ из замка зажигания. Закрываем дверь. По закрытию двери у нас автомобиль глохнет. После этого можно автомобиль поставить на охрану. Через две секунды поднимаются окна. Стекла, точнее, извините, окна не поднимаются. Вот. И чтобы воспользоваться автозапуском, необходимо... Ну, клиент будет пользоваться мобильным приложением, но также есть второй вариант запуска. Это запуск со штатного ключа автомобиля. По трем нажатием на постановку в охрану. Опять же повторюсь, почему S66 лучше, чем A93V2. Здесь GSM модем уже на борту. Там его необходимо докупать. Колхозить все это из нескольких блоков. Как бы работать примерно так же будет. Но зачем мне, если ездить за... Да даже дешевле это было. S66 дешевле получается. За более низкую цену можно получить лучшее качество. Ну, что-то я заговорился. Давайте к автозапуску. Запускаем двигатель по тройному нажатию на постановку в охрану. Делаем паузу в полсекунды. Если все у нас получилось, двигатель запускается. Так, двигатель завелся у нас в безопасном режиме. То есть, коробка передачи у нас стоит в положении нейтраль. Ручник у нас натянут. Машина никуда не покатится. Все будет у нас хорошо. Дальше клиенту, чтобы воспользоваться автомобилем, необходимо просто подойти с плечом. Снять с охраны. Двигатель продолжит работать. Дальше вставляем ключ в замок зажигания. Поворачиваем до зажигания. Опускаем ручник. И можно безопасно ехать на автомобиле. Помимо всего, был произведен еще демонтаж старой сигнализации. То есть, здесь у нас РИФ-402. Довольно-таки неплохая сигнализация. В свое время очень дорогая, но бесконечно устаревшая. Поэтому пойдет он сейчас у нас в помойку. Вот. Поэтому как-то так, друзья, обращайтесь. Если вы проживаете где-то в районе Одинцова, Новой Риги, и неудобно вам ехать в Минское шоссе, то же самое, Апрелевка, Переделкино, ну все, что вокруг, можно всегда договориться на об установке сигнализации антирадаров, видеорегистраторов, всего чего угодно. Можно даже в вечернее время. Поэтому как-то так. С вами была компания Каррадар. Всего доброго. Пока.